Привет, друзья! Привет! В сегодняшнем видео мы вам покажем наши покупки с китайского сайта NewChick. Кстати, у них на сайте сейчас проходит акция в честь 4-летней годовщины их сайта. Да. Их онлайн-магазина. У них с 27 июля по 11 августа очень большая распродажа и очень большие скидки, различные купоны. Мы оставим ссылку на эту акцию под этим видео, и вы сможете купить тоже с большими скидками, если что-то захотите у них заказать. И на все, что мы купили, тоже оставим ссылки под этим видео. Ну что, приступим? Да. Для начала покажем робот-пылесос, который мы там заказали. Давай. Наша киса прекрасная. На нем, да? Мы купили для киса, чтобы она каталась на нем. И гонялась. Этот пылесос – это мечта Никиты. Это мечта Киты. И он продается у них очень даже недорого по сравнению с ценами в наших магазинах. А-а-а, мрой пылесос! Давай, давай. Он немножечко квадратный. Немножечко квадратный. И немножечко круглый, да? Давай мне. Так, дай-ка я попробую. Как он, легенький? Достаточно тяжелый, кстати, он пылесос. У него должен быть пульт и вот такие вот усы. Усы? Четки. Их куда-то вот сюда нужно приделывать. Здесь три колесика. Вот это колесико крутится в разные стороны. Вот эта мочалка должна вот сюда одеваться. Ее можно мочить. И он будет еще к тому же и мыть пол. Это круто! Такая мочалочка приятная, мягенькая. Мягенькая. И есть еще одна запасная вот такая, да? Можно я попробую? Есть штука. Зарядка. Зарядка. А где пульт? А нету никакого пульта, есть зарядка еще. Да, я почему-то думала, что пульт должен быть. А как он будет? Сам по себе? Мне казалось, когда я заказывала, что пульт должен быть. Только кнопка включить и все. Ну, да. Так, значит, я ошиблась. Я почему-то думала, что он с пультом. С пультом. Бля, киса уже начала там что-то есть наше. Нет, она играется. Сейчас самое интересное, это будет реакция на этот пылесос нашей кисы. Так, его надо заряжать, да? Зарядка. Он, видимо, зеленым должен загореться, да? Зарядка, потом. Так, что здесь? Это как менять, видимо, да? Торонку. Еще можно батарейку. А, это вот пылесборник. Тут, наверное, накопитель мусора. Чуть. Там, скорее всего, батарея. Ну, да, ну, может, должно посмотреть. Ну, да, вот она. Батарейка, которой мы сейчас заряжаем. Вот это фильтр, видимо, да? Да. Это фильтр. Да. Интересно, а его можно как-то менять или его просто мыть надо? Да мыть, конечно. Все, пусть заряжается, а мы сейчас приступим к следующей нашей покупке. Да. Мы вам покажем, что это. Это у нас какая-то метла. Механический пылесос. Это какая-то очень простая должна быть конструкция механическая, которая крутится, когда едет. По такому же принципу с этой штучкой накладной. Я специально заказала, чтобы была вот такая щеточка, чтобы пыль собирала, влажная уборка была. И вот здесь щетка, и вот эта щетка, и вот эти щетки. Сейчас посмотрим, как работает. Все легкое. Это пластик или нет? Нет. Это вот чистить, если что-то в мусор попало. Кто будет этой метлой убирать? Я. Я так и знала, что это я для детей все покупаю. Я помню, в советское время была какая-то наподобие метла-швабра у нас, он типа пылесоса даже. Но это не по ковру, это по твердому полу надо. Это метла, это не пылесос. Не ломайте на ковре, не ломайте щетки. Не ломайте на ковре, не ломайте щетки. Надо вот сюда. У нас, правда, здесь нет особого мусора. Так. Слушай, круто. По-моему, кошка понравилась такая. Да, по-моему, это кошки больше игрушка, а не нам. Вот был бы у нас ссор, можно было бы понять, подметает она или нет. Ну, по идее, должна подметать. А чем ты нассоришь? Кошкиного дома. Давай посмотрим, будет собирать или нет. Нет, Никитич, ты не так делаешь, не торопись. Это не швабра. Так, потихонечку уйди вперед. Только вперед, назад не веди. Вперед. Так, собирает? Да. Слушай, собирает? Собирает. Да. Круто, в нашем доме это очень хорошая вещь. Оно внутрь заходит все. В нашем доме это очень крутая вещь, потому что у нас постоянно ссор. У меня кружки просто на пятках. Так, а если назад? Назад она собирает? Ага, она и назад тоже собирает. Назад она, вон, тряпочка. Сюда. А, только вперед собирает? Только вперед собирает. Ну, как ты не понимаешь. А если намочить вот эту тряпочку, то будет еще и пыль собираться вот на эту тряпочку, да? Да. Крутая штука. Теперь у меня будете уборку делать постоянно сами, да? Да. А мы красивые. Теперь мы роботы-пылесосы. Теперь будут ссориться, да? Да. Вот это мама дожила. Будут ссориться, то будет дом убирать. Да. Да. Не переживай, ссориться они будут ровно один день. Потом это все будет снова принадлежать тебе. Спасибо. Что там следующее у нас? Чайник. Чайник? Чайник. А! Футбольный мяч чайник. Нет! Футбольный мяч? Нет! У нас стеклянные чайники постоянно разбиваются. Давно уже искала такой чайник железный, чтобы хороший был. Вот на этом сайте, когда я увидела этот чайник, я поняла, что это то, что нужно на нашу семью. Да. Он не разобьется, он нужного размера. Сито классное, очень мелкое, не будет через него ничего проваливаться. У нас здесь, в которых чайники продаются, у них ситочка плохого качества, когда их можешь степляться за губку. Хорошо закрывается? Да. Крепко? Да. Я хочу попробовать. И здесь дырочка, чтобы пар выходил. Смотри. Да нет. Прицепилась. А, вот так нужно. Вот так насыпать, а потом так закрывать. Водичку. Прекрасно ты придумал. Так мы и будем делать. Можно я? Давай, ты теперь разок. Все, молодец. Ставь. Я тоже. Запаха такого, знаешь, железа нет. Нет? Хорошо. Следующее я хочу открыть мыло. Железное мыло. Я не знаю, что это такое. Металлическое мыло, да. Там металлическое мыло. Оно как будто оно из ваты. Легкое, да? Но оно, видимо, тут поверхность. Но то и оно пустое. Смысл этого мыла, что оно убивает запах. Вот если рыбу почистил или там что-то вонючее, им помыть. И типа должен запах исчезнуть. Сейчас, подожди. Оно внутри пустое. Сверху какой-то металл. Я не знаю, какой. Сейчас я понюхаю. Мама, ну... Пахнет металлом. А я тоже понюхаю металлом. Да, обычной железкой. Я тоже. Честно говоря, я даже не знаю, будет это работать. Нет, никто не хочет чеснок почистить и попробовать помыть им руки. Все хотят, да? Все хотят руки испачкать чесноком. Все. Так, Лиза будет. Лизу будем пачкать. Пошли Лизу пачкать. А у меня глаза. Уже с кем же глаза? Так, все, хватит, хватит. А то вдруг не отмоется. Сама Лизка вонять будет. Так. Давай попробуй просто. Если потом не сработает, будем еще намыливать обычное мыло. А это интересно. Ну что? Есть запах? Нет. Нету? Нет. Ребята, правда запах пропал. Практически не осталось. Есть, но чуть-чуть. Да. У меня пахнет. Есть, но чуть-чуть. Пальцы. Дай я попробую. Дай я попробую. Вообще не пахнет. По идее, я думала, что нужно с тем мылом вместе вот этим вот тереть. Да, чтобы был хороший запах. Нету запаха. Серьезно? Не, вы серьезно? Нету запаха. Нету запаха. Потому что я у Лизы чуть-чуть чувствовала. Чуть-чуть. Замка чеснока нет. Давай твою руку, Лизочка. Мне. Мне дай руку. Я тоже хочу попробовать. Я думаю, это не разоряет. Да, и воду нужно. Нету запаха. Нету запаха. Лиз, дай понюхку. Чеснока нет. Чуть-чуть. Практически, да, нет. Какой-то такой остаточный совсем. Еле-еле. Но если подольше потереть, то, видимо, пройдет. Слушай, а я когда заказывала, думаю, неужели она работает? Вот ради интересного заказала. Интересно, а его надо вытирать? Или оставить так, заржаветь или нет? Давай лучше вытирать не будем. Лучше вытирать. Не будем проверять. Так, хорошая штука. Клоните. Вдруг она еще и греть. Хочешь, ну это думать. О, папа выключил. Папа выключил. И осталось у нас помимо мыла. Что еще? Мы купили шторы. Да, вот я хотела на этом сайте попробовать качество штор. У нас в Америке очень однообразные шторы. И, скажем так, сложно найти что-то такое интересное. А там я увидела такое разнообразие штор. И вот решила две заказать, попробовать качество. Дай-ка я на них посмотрю. Слушай, они блестящие. Классно, красиво. Слушай, а запаха ровно? А, нет. Запах есть. Это такой, новых штор. Какая красота. Слушайте, я даже не ожидала, что так красиво. Ты кверх ногами. Да, мы сейчас по... Или нет? Нет. Нет, ты все правильно. Я был кверх ногами. Да нет, все правильно ты делал. Да? Да. Так, давайте мы сейчас их повесим и посмотрим. Мне очень понравились. Уже понравились. Слушай, они высоченные. Они высоты. Что, подшивать придется, да? Они невероятные высоты. Киса, не прыгай там. Она не прыгает. Она сейчас уже царапины там сделает. Невероятно красивая штора. Именно то, что я хотела, ребята. Как я тебе и говорил, помнишь, что она не будет задерживать много света, потому что там... Да. И она очень хорошая, очень прозрачная. Один узор видно, а штору саму не видно. И она очень длинная. Она придется ее подшивать. И вот... Ай, киса! Кисе нравится прыгать на нее. Уберите кису, она сейчас ее порвет всю. Девки пытаются спасти новые шторы от кисы. Соня, она сама залезла, да? Да, она залезла. Ей точно запах понравился штор. Соня, выпусти! Соня! Кошка нравится, ей нравится запах всего нового. Так, ты как-то не ровно все повесишь, сейчас их поправить. А она все равно в мешке! Ребята, у них, короче, вот эти узоры какие-то резиновые, да, Вов? Попробуй, попробуй, тюльпан. Они как прорезиненные. Да, они как резиновые, а сзади гладенькие. Они как, видимо, приклеенные, что ли. Это принт вот на них, как приклеенные, да. А если нам выше поднять вот там, под самый потолок? Ну, смотри, они насколько длиннее. Срезать не хочется. Нет, там есть, где срезать. Если мы поднимем, там и вот здесь есть место, где срезать. Ну, подшить, да? Да, чуть-чуть подшить. Вот такую штучку маленькую. Просто мы когда заказывали, там были или очень короткие или очень длинные. Я посчитала, что длинные лучше, чем очень короткие. Там нужно смотреть на размеры. Вот как с улицы смотрится еще красивее. Да. Выглядит, как будто эти узоры просто в воздухе висят. Практически не видно самой шторы. Классно, ребята, вообще супер, мне нравится. А мы и видим. Еще у нас к этим шторам я купила две вот такие вот заклепочки, клипсы, чтобы их собирать можно было. И мне пришла пока только одна, а вторая еще в пути. Они все заказы различными посылками высылают разными. А вот обычный магнит, да? Крепкий? Да. Вот эта штука прям тяжелая, такая как брошь. Добротная, красивая. Вот это резинка. То есть можно, смотрите, она как растягивается. Это даже не резинка. Это пружина. Я думаю, это ткань, это металлическая пружина. Что там внутри? Ничего внутри нет. Пустая, да. Такая она эластичная вообще. Вот так это выглядит. Красиво, да? Калешки? Да. Магнит крепкий здесь. Хорошо пишут. Пока временно вот так вот одели ее. Ой, у нас на гвоздик. Как-то вот так. Да. И свет будет заходить, и красивое окно. Дай-ка свет выключу. Красиво? Если их надо будет здесь зафиксировать, тогда, чтобы они не расползали. В принципе, если высоко поднять и вот так делать, то уже нормальная длина штор. Я думаю, что поэтому и такую длину штор делают, именно чтобы вот так вот делать. Короче, мы повыше подняли. И все равно она слишком длинная, и придется подрезать. Но если одеть вот эти клипсы, я думаю, будет круто. Короче, теперь у нас вот такая красота. Супер. Что, зарядился? Посмотрим сейчас. Так, а он куда хочет, туда и едет, или что? Наверное. Сейчас посмотрим, как он будет с препятствиями. Нет, он на повер не должен. Это же для пола. Сейчас посмотрим, как он будет с препятствиями. Вот, видишь, он от препятствия отталкивается и уходит. А, окей. Нога. То есть препятствия он сейчас обойдет. А, то есть он ходит, ходит, ходит до препятствия. Видишь, под диван подношен он ничего не залезет. Он слишком толстый для таких диванов. Классно, да? Давай ему насыпем что-нибудь, чтобы он не был. Где наша киса? Вот это, что самое интересное. Ищем кису. Потому что киса и пылесос, это будет или любовь с первого взгляда, или наоборот. Тадди, пусть кошечка проснул. А, ность-то не может уйти. Киса в шоке. Кушке понравилось. Там есть мусор под столом. Сейчас надо стулья выдвинуть. Ну, спокойно. Она тост, не боится, значит, все хорошо. У нас была самая проблема, это как киса воспримет эту машину. Так, пройдет она там, какой-то мусор есть под столом. Сейчас мы ее направим. Так, 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 погнал. Собирает? Собирает. Собирает? Да, собираем. Все, он камер. Слушай, что я вставляю, правда, мусор собрала. Если оставим здесь, оно все будет. На, говорит, Никита его хормит. На, говорит, как будто он живой. Давай его выключим. Давай. Нажимай. Все, неси на парковку. Мама не садонись. Пожарилась на улице, да, кой юмба? Кой юмба. Иногда она, когда не в настроении, она может куснуть зашет. Мы вам показали все наши крутые покупочки. Еще раз повторяем, ссылки на эти продукты, что мы купили, есть под видео. Если вам понравилось, заходите, покупайте. Там сейчас распродажа. На этом все. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! Не, ну шторы очень крутые, ребята, вообще. Я прям влюбилась в них. Где киса? Киса, киса, киса. Киса, у меня шторы. Киса теперь за шторами. А я не знаю, почему она шторы любила. Если она мало ставит их целыми, это будет чудо. О, у нас, смотрите, игрушки кисли под шторы. Под свет. Только вот на такой, на голеньком. Под шторы, под свет. Играйся, играйся. Ну, давай, открой. Смотрите, как она играется.